посмотрим что у нас сегодня а сегодня у нас всего лишь 22 градуса у нас почти уже тепло так пойду-ка я обойду свои владения а то завтра собираюсь ехать в город на несколько дней посмотрю чем же дышат мои гуси куры что у нас тут творится и вам покажу да сегодня чувствуется тепло на улице уже такого мороза мороза жгучего нету ну-ка мои красавцы что вы тут вот они мои хорошие вот они мои ненаглядные вот видите как им хорошо так что здесь все в порядке пойдем дальше зайдем стайку а на солнышке уже прям хорошо солнышко прям пригревает так здесь гоша у нас что гоше гошка не гоняешь пацана смотрите а здесь в стаке холоднее чем шалаши у гусей из носа вон видите пар идет но они на сене здесь конечно хорошо но на ночь и закрываем вот эту калиточку вот ты мой золотой это вот кто-то спрашивает у меня в комментариях какой мороз терпят гуси и куры какой мороз терпят гуси и куры спросили у меня в комментариях так вот я и хочу вам сказать какой мороз перетерпели наши гуси и куры вот в шалаше но я уже рассказывал как мы там его утеплили этот шалаш и войлоком и у нас такие еще от родителей старые ковры а они знаете такие войлочные валеные такие ковры были большие вот этими коврами мы утепляли там и доски там два ряда но в общем много чем утепляли вот и значит они там у нас мороз пережили 30 минус 39 градусов было несколько дней подряд минус 35 минус 39 и держалась даже не только ночью такая большая темп ну большая температура мороз большой но и днем даже несколько дней вот так они пережили вот здесь стайки мне кажется ну как бы по прохладнее что ли вот в этой стайке перед самой стайкой так скажем загончик вот это где гуси живут но понимаете а не пойти кидите мои хорошие тега тега тегоньки идите сюда конечно идите 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 но они живут конечно на сене и мы закрываем им вот эти вот ворота вот где сено на ночь чтобы они вот сюда не вышли тут где мы хоть соломы здесь и тоже сено накладывали но они уже все затоптали там загадили а вот здесь чисто у них видимо они тут только ночью бывают а днем они сюда выходят но вот в шалаше у гусей износа пар не идет но как-то незаметно по крайней мере а вот здесь в стайке идет нету градусник у нас здесь разбился мы его убрали надо повесить градусник ради любопытства идите идите мои хорошие идите конечно идите вот там же вас позвали кушать вон там вкусняшка вон вкусняшка какая-то вот лишь понимают они все понимают их позвали насыпали они все слышали но вот сегодня вроде как и мирно все сосуществуют так скажем так что вот если было бы зима полностью минус 35 39 я думаю было бы им труднее переждать вот эти морозы но все равно ничего вот такую температуру они выдержат я не знаю на улице они бы так не смогли конечно на улице вот сейчас когда сильный морозы их на улицу угоняешь они знаете что делают они бегут бегут сразу раз сели лапки подобрали в кармашки под крылышки и клювики тоже назад шеи повернули под крыло спрятали и сидят понимаете такими кочечками и поэтому наверное все таки им холодно было бы так пойдем к курочкам посмотрим что тут у них вот вот мои красавцы привет вам привет моя хорошая цыганочка моя цыганочка чернявенькая хорошенькая 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 курочка ко 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 я ее не обижу и вот они у нас все сидят по верхам понимаете потому что здесь намного теплее вот они сбегают вниз он кто голодный наелись и снова по верхам он видите все по верхам сидят а там он целый второй этаж у нас сделал он полностью волны там и здесь вон там гнездо но я что хочу сказать вот это же не отапливаемое помещение у нас вот горит только одна лампочка ильича такая вот обычная лампы вот она и какая-то экономная лампа не знаю какая как она называется даже недавно купили так вот они у нас до сих пор несутся то есть если было бы сильно холодно они бы не неслись у нас потому что зимой как правило куры не несутся в морозы но а так они в общем-то бодренькие видите хорошенькие никаких нету таких к веленьких все они сидят нормально петухи гоняют их для порядку как я говорю вот они все красавцы два петушка стоят и вот какой они мороз выдерживают они выдержат даже мороз минус 10 но если будет у них стайки минус 10 тогда у них начнут лапы мерзнуть если курица лапы отморозит знаете это будет не совсем хорошо у нее будут ножки болеть вот а если допустим минус 5 они уже нестись не будут но а раз они у нас еще несутся поэтому я думаю что здесь но пусть будет ноль мне даже кажется плюс плюс маленький совсем маленький но плюсик курочек много они хорошо тут утеплены и вот их него наверно дыхание как-то хватает что ли для обогрева и у нас же на этом на чердаке вот этой стайки там же сена опять же вот понимаете там тепло но сегодня вот уже несколько дней мороз был страшный ночью и у нас вот у них вода мы ему кроме снега все равно еще воду даем вода на полу замерзла сегодня значит сегодня ночью на полу было уже холодно был минус но тем не менее вот они все бодренькие живенькие слава богу сегодня уже мороз вот днем минус 22 вчера был минус 29 а сегодня уже потеплее говорят что у нас со следующей неделе вообще будет потепление так что милые курочки переживем да мои хорошие петя петя у тебя чел гребешок-то разбитый кто тебя клюнул он видите черное пятно кровяное кто-то клюнул саданул какой-то петушок люди мои хорошие он ты моя цыганочка симпопулечка такая симпопулиста вся и гребешок-то у него вот видите какой волнистый и расцветка у нее яркая такая вот здесь то конечно темно плохо видно вообще у нее такая красивая расцветка так вот так ну что наелись братва пойдемте на улицу вот так вот